что ребята небольшой видеобложек зеленку забрал сегодня кстати сдавал документы я 14 26 06 14 06 26 06 зеленка была готова уже а забрал только сегодня 7 07 сейчас приехал на саксаганского 43 в киеве магазин ствол забирать свою деби 15 на дальше все будет видно так тут ремонт магазин примут Работа, работа, вечеринка. Ладно, я все так не буду. Так, ребятки, вот хочу себе взять заодно вот такую штуку для чистки. Какую-то, может, попроще, конечно, для арки. Нет, ну, что-то нормальное взять, такой план. Вот. Для очистки всяких внутренностей. Так, арочку забрал. Теперь главное не убиться. Пистолет сделал. Собственно, попробуем поехать. Наверное, еще пострелять. Может, сегодня. Всем привет. Оружейного направления сегодня распаковка. Забрал из магазина сегодня свою ар-15. Это DB15 от фирмы Diamondback. Заодно прикупил несколько вспомогательных тулзовин для этой винтовки. И пришли несколько посетителей из Китая для этой же арки. Собственно, сейчас все это потихоньку буду открывать. То есть, такая будет общая распаковка. Сейчас открою сначала маленькая, а потом посмотрим, что внутри. Самой коробки большой. Так, собственно. Смотрим мелкая. Так. Уберем потом. Вот такая интересная штука. Это расширитель шахты-магазина для R-15. Отдельно потом будем смотреть. Сейчас даже не хочу останавливаться. Дальше. Открываем. Кстати, ножик новый. По нему обзор еще не делал. Так. Смотрим дальше. Это каверы для M-LOK. Здесь цевьё M-LOK на DB. Ну, если вы смотрели нашу со славой небольшую презентажку в магазине ствол. Вот такие два комплекта я купил. То есть, хенд-стоппер. Вернее, фингер-стоппер. И накладочки на само цевьё под DB, потому что там больше ничего как бы нет. И это, собственно, вот такая тулзовина. Бран на Алиэкспрессе. Это то, что касается ухода за своей винтовкой R-15. Так. Два вот таких девайса. Я их потом отдельно покажу. Собственно, это вот штука, куда надевается ловером винтовка, например. Здесь зажимается в тиски. И, собственно, можно какие-то манипуляции проводить. Сделано из какого-то полимера. Будем смотреть потом. И это тулзовина вторая для работы с аппером. То есть, при смене, например, ствола, цевья и так далее. В общем, сюда внутрь вкладывается аппер. Вот так оно выглядит. И всё это работает. В общем, это, смотрите, потом буду открывать. Кстати, здесь находимся. Просто аншлаг здесь какой-то сегодня. И, собственно, вот сама винтовочка. Здесь, помимо самой винтовки, сейчас давайте остановлюсь. Небольшая презентажка. Украинский производитель. Scalper Gear. Это увеличенная кнопка сброса магазина для AR-15. Подходит для практически всех AR-ок, кроме на рынке. Для на рынке будет Generation 2. Как видите, они разных цветов, разных моделей. Есть цельные с рисунками. В общем, это будет на отдельном обзоре. Тоже покажу. Собственно, в самом магазине я взял себе ещё вот такой тулз для чистки. Показано, что можно делать, как чиститься. Кстати, саму винтовочку сейчас немножко буду тоже чистить, потому что после отстрела магазине сказали, она не чистится. Ну и, собственно, давайте тогда, наверное, перейдём к обзору винтовочки. Так, жаркала. Что примечательно, у американских винтовок, они все, когда идут в магазине, по требованиям, есть такие сейфки, разные деталюшки и замочек обязательно есть в комплекте. Бумажечка здесь у меня зелёнка, копия лежит, но этого вам не надо. Что здесь ещё? Всякие макулатурки, разные парушбайки, луча. О, наклеечка. Старая, слушай. Машина давно наклеена. Хотя, всё владельцы. Так, мануаль. Ветер поднимается. Чтобы не уйти. В общем, это будем всё на обзоре смотреть сейчас. Сейчас не до этого, это просто распаковка. И сегодня мы хотим ещё пострелять, собственно, из винтовки. Вот так работает эта штука. То есть, ставится через шахту и в патронник. Так, ну и самое главное, собственно, частично мы уже показывали, что по этой винтовке есть, поэтому я показывать не буду. Звук одуренный. Единственное, что я хотел показать, то, что мы не показали со Славой в своём, не обзоре, а представлении этой винтовки в магазине. Я там, если помните, затвор доставал. И, собственно, здесь достаю я тоже затвор. Если помните, там затвор был обычный, гражданский. Достка открывается при работе. И, собственно, вот такой вот болт. Этот затвор, во-первых, отличается обработкой. Он покрыт специальным каким-то составчиком. Не помню, в общем, сейчас не хочу вспоминать. И смотрим просто на нижнюю часть затвора. Сюрприз, сюрприз. Здесь фулл аутоболт стоит. Ну, в принципе, понятно, что в новой винтовке, которая пришла в магазин Ибис, тоже есть. Какая-то винтовка пришла, кстати. ДПМС. ДПМС. Да. ДПМС. Оракл пришёл. Там тоже фулл аутоболты. А в дебишках не у всех. То есть есть частично спиленные болты. Некоторые, вот где-то одна-две винтовки в партии попадаются. С фулл аутоболтами. Причём первая партия болты были вообще с такой сырой-серый материал. Сделанный болткеррером, я имею в виду. То есть задворная группа сама. Вот здесь уже болткеррер обработан каким-то способом. В общем, нейтрирование или как он называется. В общем, неважно. Потом будем смотреть. Сейчас я винтовку немного почищу. Почищу ствол. Разберу саму затворную группу. Прочищу. Это я всё показывать не буду. Вот. И уже пробуем сделать первую пристрелку. Где могли посмотреть. Ну и высажу своё мнение. Кстати, у нас ещё есть пару винтовок. В 223-м калибре. Есть у нас бушмастер славен. И есть у нас кто? Ещё Сейвич, по-моему, да? Мы попробуем из всего этого пострелять. Я, кстати, взял с собой небольшую оптику. Там 1,25 до 5 крат. Попробуем поставить. Пострелять. Ну и, собственно, и может я пока сейчас это всё соберу. Уже сразу со всеми деталюшками. Посмотрим примерно, как она будет выглядеть. Наоборот, лучше. Поехали. Ну что, почистил я немножко винтовку. Уже так вот преобразилось она прямо в полевых условиях. Кнопочку я, конечно, не хочу поставить. Аскальпель Геяр. Ну, присобачил китайский Визион Кинг. И, собственно, распаковочку патронов показывать не буду. Взял я разных на 55 грейн и на, по-моему, Z75. Порнаде. Ну и Меско взял для попробовать. Что получится. Собственно, по тюнингу, наверное, позже расскажу. Но я, ребята, вам признаюсь, я предатель. Хотел я в Зброяр в своё время. Но у меня не получилось ни по деньгам. И когда я уже прополотил эту винтовку, обратился в Зброяр. Говорю, дайте, пожалуйста, вашу рукоятку двухстороннюю. ОСМ ваш регулируемый газблок. Я такой, захожу к нему, говорю, помогите. Помогите! Спасите! Сосуды! Ну вот, на что мне говорят... Дядька, чего вы кричите? Мальчик, иди нахер отсюда. А ну, щена, шел отсюда! В общем, остался я пока без Зброяровских запчастей, собственно. Ну, я надеюсь, что ребята всё-таки помогут, с ними поработаем. Пока попробуем на китайском дешёвом тюнинге. А дальше будем смотреть, что оно покажет. Если вы помните, я, естественно, всё покупаю китайское, бюджетное. Проверяем, как оно живёт на реальном оружии. Ну, а сейчас мы попробуем пострелять. Собственно, из того, что есть. Пока я взял вот у Славы магазинчик мактуловский. Это у нас кто? Третья генерация. Вот. Не знаю. Может, пару раз стрельнул из родного. Но мне страшно из этого магазина стрелять. Вот. Потом попробуем из мактуловский. Вообще, классно работает, кстати. Нравится. А этот тарахит, как не знаю что. Это ужас. Собственно, вот столько было после отстрела. Чистили ствол. Патчи какие грязные. Это так особо не вычищали. Но всё равно сейчас будет грязный. Придётся причищать уже дома. Более нормально. Ну что. Попробуем пострелять. И потом уже скажем своё мнение. Кстати, саваджа сегодня не будет. 2, 2, 3. Я обшибся. В следующий раз постреляем уже для сравнения. И может скоро получится сравнить с бюджетной деблишкой и ДПМС-ку урок. Всё. Погнали стрелять. Собственно, пробуем по 5 патрончиков. По какому-то расстоянию примерно метров 90, под 100 где-то. А, 100. Да. 100 метров. Прицел не пристрелян. Там повесили опер маленький. 15 сантиметров, по-моему, да. Попробую, собственно. Первыми будут Гека и ещё 5 патронов в Хорнаде 75-грановые. Ну, с Богом. Первый выстрел и сразу же остальные без задержек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Хорнаде, блин. Вот этого я не ожидал. Такого я не ожидал, конечно. Зелёный мой. Носик поджался, не знаю. Вставать я, не вставать. Попробуем. Низит, в общем. Назвязный стал, но мне что-то не совсем по-моему, ситуация с недоподачей. Ну, может, сейчас ещё пару патрончиков, да? АБР-м попробуем и Майска, наверное, ещё. Ну, прицел надо пристреливать. Понятно, что на 100 метров это не пристрелка такая. Ну, не знаю. Отдачи я практически не чувствую. Собственно, очень комфортная винтовочка. Мне нравится. Наверное, будет моя самая любимая. Так, подошли метров на 30, наверное. Прицел не пристрелил. Попробуем. С такого расстояния ещё. Если не получится, то будем уже дальше пристреливать и не сжечь патроны. В принципе, сегодня просто хотели проверить, что она вообще стреляет. Понюхать порох первого выстрела. 5 патрончиков Майска 55 грейн и будет ещё 5 патронов АБР-69 грейн. Патроны высокоточные, поэтому постараемся сильно не сжечь. Погнали. Куда она летела? Здесь. Вы видели? В общем, будем перестреливать. Такая вот ружбайка DB15. В общем, я надеюсь, видео ни первое, ни последнее будет здесь показывать и показывать. Ещё много чего будет. Поэтому задавайте свои вопросы. По возможности буду отвечать. Собственно, возможно, у вас есть какие-то варианты предложить, что показать, что сделать и так далее и так далее. И, кстати, ну ладно, тоже потом. Всё. Ставим пальцы, подписываемся, делимся видео. Всем пока. Спасибо. Продолжение следует...